Торжественный марш в честь почти четырех сотен школьников. На первую линейку выстроились первоклассники-десятиклассники. Событие важное не только для ребят, для всей Вологды. В День Знаний открылась первая современная цифровая школа номер 42. Оставайтесь куклы дома, я иду учиться в школу. Некогда теперь играть, буду книжки я читать. Учиться в школе третьего тысячелетия будут почти полторы тысячи школьников. Только первоклашек 11 классов, параллель до буквы «Л». Здание площадью более 20 тысяч квадратов возвели за один год. Строительство стало возможным благодаря поддержке губернатора области Олега Кувшинникова. На этом месте здесь был пруд. Выборка грунта для того, чтобы убрать вот это болото, которое здесь было, составляло более шести метров. И строители с этой задачей справились, построили самую крупную школу. Объем вложений более 1 миллиарда 200 миллионов рублей – средства области и города. Успех тоже разделили вместе. Поздравить школьников и их родителей собрались региональные городские власти, общественники, депутаты и строители. Лицензию на образовательную деятельность вручили директору школы. А после – самый ожидаемый и знаковый момент. С первым звонком началась новая школьная жизнь. Уроки о добре, мире и дружбе у первоклассников. Мы там занимались, рисовали воздушные шарики. Школа шикарная. Просто чудо для наших детей. Это самое хорошее, что может быть, как говорится. Интерактив уже с порога. Не просто школа, а центр образования, который на все 100% оправдал свое название. В числе полезных фишек – огромный глобус. Монолитное здание из четырех блоков. У каждого свое предназначение и свой цвет, чтобы учиться было комфортно в любое время года. 51 класс в здании. И в каждом – современное учебное, компьютерное и интерактивное оборудование. От ноутбуков до цифровых лабораторий. Оснащение по требованиям федеральных госстандартов. Я просто очень много езжу по стране, по городской области. Уверяю вас, что таких школ даже в Москве единицы. Город в городе. Так назвал школу глава региона. Почти 17 тысяч квадратов учебных площадей. Актовый зал, два бассейна, две библиотеки и столько же спортзалов. Все возможности для доп. образования. В этом зале смогут заниматься сразу два класса. Помимо привычных видов спорта – футбола, волейбола, баскетбола – здесь будут развивать флорбол, гандбол и даже большой теннис. Школа укомплектована всем необходимым оборудованием. Есть гимнастические кольца и даже разновысокие брусья. Такие бывают в специализированных спортивных учреждениях. Специализированное и уникальное оборудование почти в каждом кабинете. Подгонять выкройки по фигуре девочек научат на трансформируемых манекенах. Отдельное рабочее место будет у каждой юной швеи. Здесь все операции. Здесь можно выполнять и прямую строчку, и зигзаг, и вышивку. Детям будет очень интересно с такими машинами поработать. Основы токарного и слесарного дела освоят мальчишки. Станки почти профессиональные с программным управлением. Школьник может потренироваться во фрезерной, токарной, шлифовальной обработке металла и получить азы этого сложного дела. Оно может стать делом жизни для десятков школьников. Что важно, новый учебный год пройдет во всех школах города под знаком профориентации. И здесь дорогу в мир профессий ребятам покажут опытные педагоги. Штат полностью укомплектован. Все готово, чтобы начать образовательный процесс. С заботой об экологии и экономии энергоресурсов. По нашим заключенным контрактам оборудование на сегодняшний день все поступило, оно смонтировано. У нас применены здесь все энергосберегающие технологии, которые доступны и известны у нас в Российской Федерации. Школа будущего построена в Вологде впервые за 20 лет. В Заречии она решила проблему двусменного обучения сразу в трех соседних школах. Также освобождено здание под детский сад. Хочу еще раз сказать слова благодарности нашему губернатору, что он поддержал инициативу города, инициативу Вологжан. Именно в этом месте построить современную школу. Это центр образования. Центр, который позволит помимо стандартной учебной программы детям показать еще очень много нового и интересного. На этом власти региона останавливаться не намерены. Грандиозные планы в развитии образования на ближайшие несколько лет. В следующем году наша задача сдать четыре новых детских и дошкольных учреждения и приступить к строительству новых школ в быстро растущих микрорайонах города Вологды. Здесь положительная динамика порождаемости, здесь положительная динамика по миграционному приросту. Именно Вологды сейчас являются самым крупным по численности населения городом Вологодской области, и мы развитию города будем уделять колоссальное внимание. Конкретные планы по всем направлениям региональные городские власти обсудят на следующем градостроительном совете. И тогда радость от исполнения одной на всех мечты озарит лица еще сотен вологжан в других микрорайонах Вологды.